Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Алексей Венедиктов по личной просьбе в Рио губернатора Кировской области Никиты Белых намерен наложить моратории на программу с его участием до губернаторских выборов. Как пишет газета Бизнес Новости, дневник губернатора на Эхо Москвы уходит в отпуск, либо же в конце концов прекратит свое существование, зависит все от того, изберут ли Никиту Юрьевич и главу региона в сентябре. Решение такое обоюдно приняли главный редактор радиостанции Никита Белых, потому что передача дает в Рио губернатора преимущество еженедельного выступления перед аудиторией во время предвыборной кампании. Так или иначе, без работы Белых после выборов не останется, по крайней мере, как заверил Венедиктов, на Эхе точно. Инфопресс Между тем, медиалогия подготовила новые рейтинги губернаторов. По майским показателям, лидеровавший в апреле президент Татарстана Рустам Мениханов опустился на одну позицию, уступив верхнюю строчку губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву. Третье призовое место занял глава Башкортостана Рустам Хамитов, поднявшийся на месяц сразу на три строчки в рейтинге. Наиболее впечатляющий рывок совершил губернатор Оренбургской области Юрий Берг, оказавшийся на пятом месте. В апреле он был на одиннадцатом. Как сообщает комсомольская правда, в Рио губернатора Кировской области Никита Белых в общем рейтинге занял пятидесятое место и остался на восьмом месте в ПФО. А это уже, как никак, признак стабильности, которую в верхах любят, ценят и уважают. Российские полицейские все же не смогут выехать за границу. Как сообщает правдару, руководители подразделения МВД в Москве и регионах собрали загранпаспорта у подчиненных, выполняя распоряжение министра Владимира Колокольцева о нежелательности выезда полицейских за границу из-за введения против России санкций Запада. Загранпаспорта разрешили оставить только тем, кто предъявил оплаченные квитанции, подтверждающие приобретение авиабилетов или турпоездок до 18 апреля 2014 года. Все остальные должны сдать документ, он будет храниться в сейфе и выдаваться в случае, если непосредственный руководитель подпишет соответствующий рапорт, пояснил источник РБК. Теперь, думается, полицейские вправе требовать куда больше увеличения жалования, чем при реформе милиции. Инфопресс Недавно десант московского эха в составе Плющев, Фельгенгаур, Венедиктов, Пикуленко побывали в Кирове. Начался день, по крайней мере, у Плющева, судя по всему, вполне себе ничего. Лучшее, что может с вами случиться утром в Кирове, констатировал он в Твиттере, оставив под сообщением фотографию кировского мороженого. Удачи в делах! Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс